С вами канал ФактОпс, и в этом выпуске я покажу вам древние находки, которые могут переписать историю. На протяжении 10 летий в пещерах Германии находились странные сгустки. Исследователи всегда знали, что древние люди использовали смолу в качестве клея и герметика, но эти 200-летние шайки смолы были найдены в пещерах и на инструментах, где жили неандертальцы. Последние исследования привели к тому, что перед учеными нарисовалась совершенно новая картина этого вымершего человеческого двоюродного брата. Раньше считалось, что неандертальцы бездумно тратили свое время на удовлетворение примитивных инстинктов. Теперь же ученые полагают, что у них была сложная культура. Смола доказывает, что они так здесь изобрели первый в мире клей, что они приписывали анатомически современным людям. Мало того, что неандертальцы опередили людей в этом высокотехнологичном навыке, так они еще и создали три сложных способа обработки смолы из бересты. Раньше ученые думали, что люди же начали использовать клей только 70 тысяч лет назад. Следующая находка, на первый взгляд, является довольно бесполезной. Люди нашли кость древнего пальца. И что дальше? На самом деле, если знать историю, то можно понять, что кости тут совершенно никак не должно быть. Кость способна изменить информацию о том, как и когда человек покинул Африку. Как теперь оказывается, вполне вероятно, люди выбирали вообще иные маршруты. И, вероятно, их история тоже развивалась по-другому. Возраст находки составляет где-то 90 тысяч лет, что делает ее одной из старейших за всю историю окаменелостей. Палец имеет длину всего 3,2 сантиметра и представляет собой кость средней фаланги. По сей день ученые со всего мира были уверены, что люди покинули Африку около 60 тысяч лет назад, а затем застряли на побережье Средиземного моря, живя за счет морских ресурсов. Эта находка позволяет предположить, что человек покинул Африку куда раньше. Вероятно, принцип миграции был куда сложнее, чем мы думали. Раньше мы думали, что одной из версий миграции стали муссоны дожди, которые прогоняли скот. За ним шли люди. Ведь собирателям и охотникам было необходимо следовать за своими животными. Другого выбора у них просто не было, даже если это и не так. Даже если люди уходили из Африки по другой причине. Это говорит о том, что они довольно широко колонизировали регион. И теория о том, что в прошлом люди неоднократно пытались покинуть Африку, но у них это просто не получилось, неверно. Люди не были ограничены в ресурсах и могли делать то, что хотели. В начале 1900-х годов в Ираке была обнаружена непритязательная глиняная табличка. Ее поверхность была разделена на четыре колонки, заполненные клинописным шрифтом. На 3700-летний вавилонский артефакт был нанесен ряд рисунков, называемых пифагоровыми числами. Почти в течение столетия математики не могли понять, почему был создан Плимптом-322. В 2017 году ученые обнаружили цель таблички. Она оказалась самой точной тригонометрической таблицей в мире. Примечательно, что она также предшествовала изобретению тригонометрии греками на тысячелетия. До сих пор отцом тригонометрии считался древнегреческий астроном Гепар. Свои таблицы он составил примерно в 120 году до нашей эры. Однако возраст вавилонской табличке составляет около 3700 лет. То есть она на тысячи лет старше работ Гепарха. Ученые провели расчеты и выяснили, что Плимптом-322 позволяет по одному из известного соотношению сторон прямоугольного треугольника узнать два других. По словам ученых, эта потрясающая математическая работа была выполнена настоящим гением. Секретный код. На северо-западе Франции находится деревня Плу-Гастель-Даулас. Несколько лет назад кто-то гулял по пляжу и возле нее и нашел камень с вырезанными на нем символами. На луне были вырезаны парусное судно и сердце, а также заглавные буквы. Смысл фразы, учитывая, что ряд букв был стерт, так никто и не понял. Откуда взялся подобный камень, также являлась загадкой. Около 230 лет назад кто-то высек символы, которые видны только во время отлива. Возраст был определен благодаря датам 1786 и 1787 год, которые также нашли на камне. Примерно в это же время были построены артиллерийские батареи для защиты местом афорта. Тем не менее, остается неясным, существует ли связь между строителями и загадочным кодом. В 2019 году деревня предложила 2000 евро любому, кто сможет расшифровать надпись. В 1982 году в Мюнхене ученые сделали открытие, которое поставило под сомнение открытие Америки Колумбом. Так, в телах древних египтян были обнаружены такие вещества, как никотин и кокаин. Если верить ученым, растения, из которых делали дурь, произрастали исключительно за океаном в Америке. Неужели в доисторическое время египтяне контактировали с индейцами, коренными американскими народами, к слову, которые были названы и так именно Колумбом? Открытие Нового Света произошло в 1492 году. Именно тогда в Европе появились картофель, табак и другие растения. У разных скандинавских народов имеются свои версии касательно данного события. Так, якобы, первый американский континент открыли викинги. Надо сказать, что легенда о сотрудничестве египтян с индейцами ничем не подтверждена. По словам ученых, никотин был обнаружен также в телах людей, проживающих тысячи лет назад на территории современной Европы. Вполне возможно, что египтяне употребляли белодонну. Данное растение содержит те же алкалоиды, что и кока. Специалисты уверены, что наличие дурма на восстанках древних людей можно объяснить без разных фантастических теорий. Обычно археологи не тратят время на дыры в скалах. Но когда дыры явно древние и искусственные, все становится гораздо интереснее. Искусственные дыры обнаружились, когда археологи исследовали западный берег реки Нил, расположенный в центре Саудана. Таинственные вмятины были пробурены еще в 5000 году до н.э. Тот, кто производил их, использовал неизвестный метод без металла и размещал их на высоте от 1 до 3 метров в гранитных стенах. Это потребовало бы титанических усилий. Цилиндрические формы диаметром 4,5 см были гладкими внутри и постепенно сужались до точки. В ходе гипотетической попытки восстановить неизвестную архитектуру, основанную на отверстиях и данных, и прилегающей территории, ученые предположили, что это было какое-то жилое строение, устойчивость которому придавали деревянные опорные балки, концы которых вставляли в эти отверстия. Как известно, английские поселенцы Джеймстауна в США, для тех, кто не в курсе, это первое поселение англичан на территории современных США, так вот, они были протестантами и очень недолюбливали католиков. Они даже казнили одного из своих лидеров, узнав, что он был католическим шпионом. Очевидно, что в Джеймстауне было опасно быть католиком. По этой причине археологи и следующее поселение обнаружили, что многие розарии, католические четки, которые они нашли, были несколько неуместными. Английская церковь была новой концепцией, поэтому некоторые предположили, что розарии были переходными реликтами между старой и новой системами убеждений. В 2015 году другое открытие показало противоположное ранее неизвестное католическое общество в Джеймстауне. Под протестантской церквью города была могила Габриэля Арчера, когда он умер, где-то между 1608 и 1610 годами. Кто-то положил серебряный ящик на его гроб. В этом гексагальном артефакте, который оказался реликварием, обнаружились вещи, которые были распространены в католических захоронениях, фрагменты костей и сосуд. Хотя это всего лишь предположение. Вполне возможно, что в Джеймстауне скрывались католики. Король Испании желал захватить власть над Новым Светом и имел шпионов повсюду в Лондоне. Джеймстаун был оборудован укреплениями против вторжения испанцев с моря. Возможно, король намеревался захватить колонию изнутри. Следующая находка датируется где-то 200-м годом. Тем временем, когда римские солдаты вели активные работы на территории карьера Камбрии, собирая камни для строительства Андриана, вероятно, работники решили высечь на стенах что-то памятное. Например, то, чем они сейчас занимались. Собственно, имена или что-то еще. Как вы уже догадались, именно эти древние надписи были найдеными учеными аж в 1500-м годах нашей эры. Отсюда возникает логичный вопрос. Почему раз находка была обнаружена аж в 1500-м году, мы говорим о ней до сих пор? Дело в том, что, несмотря на открытие расписанной скалы Гелта, на протяжении 500 лет никто так и не смог расшифровать написанные на ней символы. С тех пор коррозия уничтожила некоторое сообщение, сделав часть из них неразборчивыми. К сожалению, природа завалила проход к скале в 1980-х. С тех пор место перестало быть публичным, и наскальные рисунки остались неприкосновенными. После всего этого ученые, наконец, официально закрыли доступ к этому месту. И более того, сделали 3D-реконструкцию надписей. Теперь они точно смогут лучше их изучить, и уже никто и ничто им в этом не помешает. Сосуды и оборудование, содержащие следы древнего вина, не редкость. В данном случае американские исследователи занимались спелеологией в Италии. Когда нашли гарочки для выражения вина в пещере, в них остались следы вина и кислоты. Гарочки были довольно большими, но ничто в них не намекало, что они могут изменить историю виноделия в Италии. Однако гарочки были найдены в Монте-Кронио, в берегах Сицилии, которые являются раскопками эпохи меди. Начало 4-го тысячелетия до нашей эры. До этого считалось, что начало виноделия на итальянском полуострове восходит к среднему бронзовому веку. Но пчелы, найденные в древней этруской мастерской, имели удивительную историю. Около 2,5 тысячи лет назад это здание в Милане сгорело. После того, как археологи нашли остатки мастерской в 2017 году, они обнаружили в них изящные пчелиные соты, окаменевших пчелы и мед. Испытания показали, что мед был уникального сорта и был получен из плодиких виноградных лос. Насекомые также питались водяными лилиями и другими водными растениями. Часть пыльцы принадлежала растениям, даже не относящимся к этой местности. Нектар из отдаленной местности и водных растений означал, что пчелы достигали местности для кормежки на лодке. Это свидетельствует о необычных навыках пчеловедства этрусков. Плинио писал, как сельские жители переправляли улей далеко вверх по течению реки в течение ночи. Когда насыпал рассвет, пчелы покидали лодку и возвращались позже в тот же день. После этого улей отвозили ночью в деревню Астигрия. Ну а в комментариях напишите, какая находка из этого выпуска впечатлила вас больше всего. А также, если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.